Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Очередную заявку на проведение митинга против роста тарифов ЖКХ отклонили. Пойдут ли организаторы акции в Бийске снова в суд? Готовятся ли к массовому отстрелу? Почему зверю под названием волкособака так много внимания со стороны краевых депутатов? Переживают, что останутся без работы, но молчать устали. Продолжение истории о конфликте в больнице Горника. Конфликт между сотрудниками скорой помощи и руководством больницы в Горнике обостряется с каждым днем. Неоднократные обращения фельдшеров к управленческому звену до сих пор ни к чему не привели. Хотя из регионального Минздрава и прибыла комиссия для проверки медучреждения. Проверку проводит и прокуратура. Когда планируется обнародовать итоги расследования, выясняла наша съемочная группа. Одна пришла в декабре, новая машина, но ее не выпускали. Сказали, мы вам не дадим ее, потому что вы ее сломаете. Анастасия Карпова работает фельдшером в ЦБ Локтевского района три года. Выполняет обязанности старшего фельдшера. Как подчеркивают коллеги, живет на работе. Сейчас переживает, что ее уволят. Но она болевшим молчать уже не может. Устала. Мы бы никуда не обращались, если бы с нами кто-то разговаривал. У нас была проблема с машинами. Острая получается. У меня настигла тогда, когда я просто застряла в деревне. И двери вывалились. И я с пациентом была. Пациент был тяжелый. И мы простояли там 4 часа. Благо пациент жив и жалоб не подавал. Поддержал скорую помощь и врачебный состав больницы. Не их прихоть, потому что они этого хотят. Здесь в первую очередь направлено для населения. Для их благополучия, для улучшения качества доставки, оказания медицинской помощи. Потому что иногда у нас, извините, идут минуты, секунды для спасения жизни. Оснащена у нас машина по вообще древним технологиям, каким-то диетам. Из всего оборудования только запасной кислородный баллон. Вставки вот. У меня слов нет, это обозвать. Только матами это можно обозвать. Русскими словами. Адекватами это нельзя никак назвать. Нормально. Машине холодно, сразу говорю. Нам дали газель. Газель тоже. 14 лет машине этой газели. Ее как собрали, но нам она что попала, работала. Там надо датчики менять, но ничего не менялось. Вот мы на ней поработали, что невозможно такой степени, что у нас уже бензин ручьем начал бежать со всего этого. По словам работников, главврач больницы диалогов с сотрудниками избегала. Категорически отказалась дать комментарии нашей съемочной группе. С нами не хотели встречаться. Были отговорки. Либо уехала, либо какие-то другие проблемы. Поэтому пришлось так. И заработная плата уменьшилась у нас тоже. 17 тысяч зарплата и 7,5 тысяч коммуналков. Это остальное, что остается 9-10 тысяч прожить вдвоем с ребенком. Это реально? Это робочие. Согласно отчету Минздрава, средняя зарплата персонала – 32 тысячи рублей. Таких денег не видели, говорят фельдшеры. Да и нагрузка большая. Людей не хватает. Иногда приходится просить помощи у прохожих. Например, для транспортировки больного, подчеркивают работники скорой. Однако и тут по отчету снова норма. Бригада на район с радиусом обслуживания в 30 километров. Если взять точки от горняка, получается 30 километров по прямой. Но где у нас здесь прямые дороги? Здесь у нас расстояние получается по деревням где-то 40-50 километров. Помещение для отдыха, кухня, кстати, тоже оставляет желать лучшего. К слову, здесь запах, при котором совершенно пропадает аппетит. Так выглядит душевая кабина ЦРБ Локтевского района. Трещины на стенах, высокотехнологичная вешалка и мебель, судя по всему, из Икеи. К слову, работники мыться в таких условиях просто не рискуют, предпочитая домашний уют. Комиссия Минздрава в составе трех человек начала свою проверку еще позавчера. Кстати, к их приезду выгнали новенькую технику. Определили те болевые точки, которые имеются в этой медицинской организации. И набросали предварительный план работы в ближайшее время. По результатам этой проверки будет составлена справка, даны рекомендации будут руководителю медицинской организации. И установлен жесткий контроль за исполнением этих поручений. На данный момент все неравнодушные переживают, что может грозить фельдшеру Анастасии и ее коллегам после вызова в прокуратуру за их отказ от молчания и общения с журналистами. Проверка центральной больницы Локтевского района, инициированной Минздравом, завершилась уже сегодня, 26 января. Итоги подведут позднее. Мы будем отслеживать события и сообщим о результатах в следующих выпусках. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Трое погибших и четверо пострадавших. Последствия массовой дорожной аварии, которая произошла в пограничной территории. Два ее участника продолжают находиться под наблюдением врачей. Они госпитализированы в больницу соседнего региона Республику Алтай. ДТП с участием трех автомобилей, которые буквально перекорежило после столкновения, произошло накануне вечером в Красногорском районе, вблизи населенного пункта Долина Свободы. В одной из машин погибли сразу трое мужчин 85, 80 и 78 годов рождения. Один житель Алтайского края, двое других – Республики Алтай. В двух других машинах находилось пять человек. Четверо из них пострадали. Двоим с травмами разной степени тяжести госпитализировали в ближайшую республиканскую больницу. Добавим в возбуждение расследование уголовного дела. По данному ДТП поставил на контроль начальный главный управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подоля. Продолжим. Митинг против повышения тарифов ЖКХ, запланированный на 29 января, не состоится. Суд не разрешил протест в центре Бийска. Но организаторы мероприятия подали в мэрию города новую заявку на 5 февраля. Однако не согласовали и ее. Так состоится ли протест в итоге? Как данную инициативу оценивают представители разных политических партий края? И какую альтернативу по снижению расходов за коммуналку готовы предложить они? Ответы на вопросы в следующем сюжете. Высокие тарифы за коммуналку, неподъемные для многих суммы в платежках. Эта тема продолжает бурлить в крае. Последний повод для этого – идея организовать протестный митинг в Бийске. Он должен был пройти в это воскресенье, 29 января. Но сначала власти города, а теперь и суд, не разрешили провести мероприятие на главной площади Наукограда. Один из главных аргументов – у сцены на Петровском бульваре слишком мало места для заявленных 2000 участников акции. Мэрия по-прежнему предлагает перенести митинг на площадку у Льнокомбината, что в 9 километрах от центра. Специалист был вызван как свидетель и сказал, что у нас отличные дороги, хорошо ходит общественный транспорт и легко привезет любое количество граждан на Льнокомбинат. То есть получается, в Заречье дороги лучше, чем в центре, если вот этой логике доверять, да? Ну да, да. Бийские коммунисты не отчаиваются. Сегодня они подали в мэрию новое уведомление на митинг. Теперь на 5 февраля. Организаторы указали в заявке, что готовы в два раза снизить число участников протестной акции, лишь бы разрешили провести ее в центре города. Но сегодня мэрия отклонила и вторую заявку. В ответе за подписью замглавы города «Глухоты» причина указана следующая. Место проведения публичного мероприятия, заявленного вами на 5 февраля 2023 года, в настоящий момент используется для размещения детского снежного городка, предназначенного для отдыха детей. Что не позволяет безопасно проводить мероприятия с количеством участников 999 человек. Митинг против роста коммунальных тарифов, подчеркивают инициаторы, ждут многие горожане. Но политологи считают, что такой шаг коммунистов не ход конем, а чистой воды популизм. С точки зрения политтехнологии это логичный шаг у коммунистов. Заявить громко о себе, попытаться собрать, но опять же, если с этой стороны смотреть, то 4000 из двухмиллионного края, ну это тоже капля в море. Понятно, что коммунисты в любом случае работают со своим ядерным электоратом. Вообще на самом деле депутаты от остальных партий, представители на местах остальных партий, то же самое собирают, делают, но не успели они в публичное поле зайти. На предложение озвучить свои варианты решения злободневной проблемы ни одна из основных политических партий края не отказала. Но в ЛДПР подчеркнули, что высокая плата за коммуналку – вопрос прежде всего федерального законодательства. Поддержать потребителей помогут субсидии. Незащищенные слои населения, они как раз получат поддержку. И деньги на это есть, и они заложены в бюджете, и этим механизмом надо пользоваться. Другое дело, что у нас многие семьи просто не пользуются. Они привыкли жить самостоятельно, не прося у государства какой-то поддержки. О субсидиях говорили представители «Справедливой России». Главная мысль – снижение порога для получения компенсации с 22 до 10% от дохода. И второе предложение в борьбе с высокими суммами в коммунальных платежках – технический аудит системы отопления в многоквартирных домах Барнаула. Обращение об этом фракция планирует направить в компанию СГК в ближайшее время. За последние несколько лет никто не проводил обследования на домах. Люди меняют радиаторы, которые имеют другую теплопроводность. В каких-то случаях меняется сама система, люди самостоятельно в квартирах это проводят. Поэтому более актуальные данные, они должны обновляться, они должны быть постоянно. Когда в расчет сопла берется 20-летняя давность и некие обследования, мы говорим о том, что они некорректные. В декабре наряду с тарифами резко выросли и объемы потребления, подчеркивает представитель «Единой России». По его мнению, главный выход по снижению коммунальных расходов – внедрение энергосберегающих технологий. Решение следующее. Я вижу, что и декабрьские объемы потребления, я сейчас еще раз говорю про объемы, а не про тарифы. И про январьские, они гораздо ниже на тех домах многоквартирных, где установлены, к примеру, автоматизированные тепловые пункты. То есть это те, по-другому, это погодозависимые системы. А там, где их нет или нет возможности установить у людей финансовой. То есть это либо за счет средств капремонта, либо дополнительные какие-то целевые сборы собственников. Депутаты заверили, все возможные варианты решения проблемы анализируются и лучшие будут внедряться на практике. А коммунисты намерены и дальше бороться за проведение митинга на главной площади Бийска. Они готовят второй иск в суд. Говорят, если и по нему решение будет отрицательным, пойдут в суд второй инстанции, то есть в Краевой. Елена Макаренко, Мария Мацаева. День с толком. Кстати, собственный источник информации сообщил нам, что организаторов митинга сегодня вызывали в Бийско УВД для профилактической беседы. К другим темам. Наряду с бродячими собаками в Алтайском крае появилась новая угроза – волкособаки. Это гибрид волка и собаки, который распространен в лесной местности. Об их опасности заявили краевые парламентарии и скорректировали сегодня закон об охоте. Готовятся ли к массовому отстрелу и что это за зверь такой волкособака, расскажет Анастасия Дороган. Что-то непонятное, похоже на волчью. Кровь на снегу, останки туши, животный мир, но и для него это скорее бойня. Дальше лежит туша косули, то ли ее гнали, то ли что. В край фиксируют все больше таких массовых убийств. Обычный волк загнал бы добычу и съел. А это, говорят охотоведы, почерк волка-собак, детеныши от скрещивания волков и домашних псов. И если в сети одомашние волкособы собирают лайки, в селах гибриды живут по законам природы. Нападают на кабанов, кос, овец и уже заходят в деревни. В Черыше Краснощоковом пишут по 2-3 тысячи обращений властям в год, просят сберечь от беды. Сегодня депутаты изменили закон об охоте, чтобы регулировать и этого зверя. Пока его в крае больше 300 особей. Неофициально. Считать их будут охотинспекторы и егеря. Предлагаем обращаться в те же НИИ. Я имею в виду охотопользователи, охотничьих хозяйств Алтайского края. После этого в Минприроды обращаются по рекомендациям по изъятию и способу изъятия. Не обязательно за отстрелом может быть. Поедем мы с Кропотиным на охоту. На кого охотиться? Уши больше, шерсть длиннее. Четкого портрета зверя нет. Но и регулировать численность волка-собак обычно охотники не будут. Большинство депутатов проголосовало за закон. Трое против, четверо воздержались. Как бы я не любил природу, но для меня человек важнее. Еще одно решение – отклонить законопроект от КПРФ о снижении муниципального фильтра с 7% до 5% на финишной прямой к выборам губернатора. Сейчас фильтр проходит лишь партия «Единая Россия». Но и с 5% – пояснил председатель комитета по правовой политике Денис Голобородько – картина бы не поменялась. А судя по кампании 2022 года, он сомневается в намерениях КПРФ. Выдвинуло кандидатов всего лишь около 700 человек на выборы на 5 тысяч с половиной мандатов. Поэтому у меня есть сомнения, что кто-то реально пытался преодолеть муниципальный фильтр, кто-то реально пытался работать на местах и готов работать на местном уровне, уровне, который самый близкий к населению. По мнению депутатов, пока это похоже на рекламу в рамках предвыборной кампании. Напомним, уже в сентябре мы будем определять, кто займет кресло губернатора края. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Три школы из-за УРВИ закрыты в Алтайском крае. По данным регионального Роспотребнадзора, среди учеников 7-14 лет растет число тех, кому подтверждают вирусную инфекцию. Это несмотря на то, что общий уровень заболеваемости в регионе падает. На сегодня полностью закрыты три школы в Целинном, Третьяковском и Солонешинском районах. Причина – отсутствие более 20% детей с диагнозом УРВИ. Частично закрыты остаются сегодня 122 класса в 36 школах, а также 88 групп в 55 детских садах. Отметим, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей общий уровень заболеваемости снизился на 7%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Всего за прошлую неделю в крае зарегистрировали больше 17,5 тысяч случаев УРВИ. Прощание с барнаульским учителем Дмитрием Базановым. Погибшим в ходе спецоперации пройдет завтра на Носова в 8. Проводить последний путь героя придут не только самые близкие люди, но и те, кто каждый день встречался с ним на уроках и переменах. Учителя и ученики 37-й школы Барнаула. Эти глаза с фотографией, как и при жизни, смотрят с теплотой и любовью, говорят сотрудники 37-й школы Барнаула. Сюда Дмитрий Базанов пришел преподавать историю в 2019 году. В ноябре 22-го был мобилизован в зону СВО. А несколько дней назад в школу пришла печальная весть. Уважаемый коллега и классный руководитель 8-го Б погиб, исполняя служебный долг. Когда мой ребенок поступил в его класс, мы были все рады. Мы увидели, как ребенок действительно открылся, действительно начал заниматься, и она начала стремиться к чему-то новому. Она любила познавать тогда, она заинтересовалась историей. И они вместе с Дмитрием Петровичем участвовали в конкурсах, они занимали места. Он всегда говорил, что нужно жить по чести и по достоинству, по крайней мере, то, что мы с ним всегда обсуждали. Советов, наверное, он давал очень много. Если бы вы так вот обижали бы вдруг детей, не один, вот абсолютно не один ученик, я уверяю вас, не сказал бы ничего плохого. Настолько вот он был солнечный, открытый, при этом честный и одновременно строгий, ну, это редкость большая. Мне, конечно, очень жаль, что так мало времени выпало, что я пришла сюда, когда он уже здесь работал. Коллеги рассказывают, Дмитрий Петрович на призыв в ряды российской армии отреагировал, как настоящий патриот, и обещал вернуться. Дома его ждали жена и ребенок. Прощание с героем, другом, коллегой и учителем состоится завтра в Барнауле на Аносова, 8. Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком. К другой теме. Как в советские времена. В электротранспорте Барнаула теперь можно будет оплатить проезд, минуя кондуктора, через валидаторы без обращения к экипажу общественного транспорта. Пока новинка работает в тестовом режиме и всего на двух трамвайных маршрутах. Почему в городе решили внедрить новую систему и насколько она оправдана, расскажет Валентина Аскерова. Приложил банковскую или транспортную карту, получил билет. Все максимально просто. Бескондукторная система оплаты проезда через валидаторы распространена во многих городах, как в центральной части России, так и за Уралом. Теперь пришла в Барнаул. Данная система в первую очередь, мы ее тестируем для того, это как первый шаг к переходу вообще к новой транспортной системе, связанной в первую очередь с работой транспорта без кондукторов. Новую систему пока внедрили на двух маршрутах. Траваи номер 7 и 9. Одна из причин нововведения – дефицит кондукторов. Укомплектованность составляет всего 58%. В первое время в вагонах будет работать специальный человек, объяснять и приучать пассажиров к новинке. Если будет замечено, что иногда оборудование не принимает оплату, паниковать не стоит, потому что водитель в прежнем режиме будет рассчитывать наших пассажиров по всем видам платежа, просто, значит, мы эту систему донастраиваем и адаптируем под город Барнаул. Наряду с тестированием валидаторов в электротранспорте тестируют еще одно оборудование, которое пересчитывает пассажиров. Оно поможет понять, сколько людей оплатили проезд, сколько проигнорировали. У нас предусмотрена ответственность за безбилетный проезд – это 300 рублей. Страф на пассажира за безбилетный проезд на общественном транспорте. На транспортном предприятии надеются, что люди проявят гражданскую позицию, оплачивать проезд будут постоянно. Стоит добавить, что бескондукторная система существовала ранее в СССР, но от нее отказались и, как ни странно, доходы предприятий городского транспорта тогда возросли. Стало ли общество 21 века сознательнее или зайцев по-прежнему будет много – скоро увидим. Валентина Аскерова, День с толком. А теперь материал из Наукограда. Практически все выпускники Бийского технологического института по направлению биотехнология трудоустраиваются по специальности. При этом большая часть остается в Бийске. Это результат плодотворной работы вуза с предприятиями города. На днях студенты БТИ побывали с экскурсией в компании «Валар» и провели там выездной научно-практический семинар. Все подробности в нашем сюжете. Твердые лекарственные формы – это таблетки и капсулы. Как происходит выпуск растительных лекарственных препаратов? Почему компоненты смешивают в таблесмесителе ровно 60 минут? И зачем в отделке чистых зон используют нержавеющую сталь? Молодые специалисты увидели работу исследовательской лаборатории, цеха галеновых препаратов и готовых форм, цеха подготовки сырья, а также была показана в действии работа грануляторов, капсуляторов и таблепрессов. Все оборудование от ведущих мировых брендов. В первую очередь в сегодняшней экскурсии запомнилось высокоточное оборудование импортное. Как на нем работают люди. Захотелось самим попробовать себя в качестве специалиста на данном предприятии. И, конечно же, запомнимся коллектив, который здесь работает своей открытостью, доступностью информации и работоспособностью. Мы, конечно, в институте работаем, в лаборатории, что-то там делаем руками, но здесь это уже более подробно. То есть, как таблетки, они от самого начала разрабатываются, и как вот эти все подразделения работают между собой. То есть, куда они потом идут, как их проверяют на качество, как это потом идет в крупном тоннажное производство. Экскурсии, семинары, практики между этой компанией и вузом давно сложилось плодотворное сотрудничество. Оно имеет большое значение как для организации образовательного процесса, так и для мотивации молодежи к выбору специальностей в сфере биотехнологии. Чем больше будет подобных мероприятий проводиться с участием студентов, тем профессорско-преподавательскому составу будет проще адаптироваться к созданию каких-то технологий и к учебному процессу для того, чтобы более гибко реагировать на запросы промышленных предприятий. Где-то может увеличить количество практических занятий, на какие-то лекционные курсы сделать больше упор, и тем легче будет адаптироваться самим студентам, уже приходя на производство. В итоге такой совместной работы более 90% выпускников БТИ по направлению биотехнологии трудоустраиваются именно на бийские предприятия. Я работаю в компании с 2013 года. Пришел в должности инженера. В этом году уже будет 10 лет. Непосредственно при моем участии было зарегистрировано более 50 наименований продуктов в разные направленности. Карьерный рост – одна из существенных причин, по которой выпускники вуза стремятся устроиться на работу в Эволар. Являясь национальным лидером по объему выпуска натуральных препаратов для сохранения и укрепления здоровья, компания заботится не только о производственном процессе, но и предлагает солидный социальный пакет. В него входят такие вещи, как корпоративный транспорт, который вас из дома заберет, привезет на работу и обратно, бесплатное питание. Сюда входит возможность обучения и повышения своей квалификации. Сюда входит возмещение расходов за санаторно-курортное лечение, за отдых детей в детских лагерях. У нас есть свой медицинский центр, у нас есть свой фитнес-зал, у нас есть свой, в конце концов, корпоративный детский садик «Золушка». Сегодня в компании Эволар работает порядка полутора тысяч сотрудников. Часть из них трудятся здесь со дня основания, более 30 лет. Одна запись в трудовой книжке – островок стабильности в современном мире. Некоторые студенты уже решили, что после окончания вуза придут работать именно сюда. Юлия Цапку, Андрей Сегаев. День с толком. А на этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». А также наши сюжеты в социальных сетях, ютуб и рутуб-канале. Я напомню, телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а далее о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok